В последний день группового этапа клубного чемпионата мира турнирная интрига практически отсутствовала. Итальянской Любич Витанове было достаточно выиграть лишь один сет у «Зенита», чтобы сыграть в полуфинале с катарским «Аль Рояном», пожалуй, слабейшей командой турнира. Только вот вывеска «Зенит-Казань» Любича Витанова – это всегда нечто особенное. Главные тренеры команд Алексей Вербов и Фердинандо де Джорджи выпускают сильнейшие стартовые составы. У «Зенита» это Михайлов Мегапет, Соколов Будько, Вольвич Кононов и Валентин Голубев на позиции Либера. Жаль, но итальянцы легко выполнили свою задачу уже в первой партии. 8 ошибок у «Зенита» против 2 у «Любы». На подаче 0-4. В атаке 48% против 75%. А главное, у «Казанцев» всего лишь один выигранный брейковый мяч против 11 у «Итальянцев». Особенно постарался «Леаль», на подачах которого счет 8-13 превратился в 8-21, а чуть позже в 12-25. Сегодня было немножечко сложнее, потому что, ну, я сделал вывод, вот пошел дождь на улице, в зале стало просто невыносимо. Первую партию, конечно, свою игру не нашли. Потом начали потихонечку, помаленечку начали добавлять во всех элементах. Вот это, в принципе, и дало результат. На второй сет у «Любы» сразу 6 замен. Лидеры отправляются отдыхать, а у «Зенита» вместо «Кононова» появляется Самойленко. Но даже это не помогло. «Казанцы» допустили еще 13 ошибок за сет, 8 из которых на подаче. 23-25. Ну, главное, что победили, это всегда поднимает команда «Дук». Но, честно говоря, конечно, игра еще далека от идеала. Очень много ошибаемся. В первую очередь, проигрываем прием подачи, наверное. Это сейчас в современном волейболе главный элемент. Для нас главная победа сегодня. Понятно, что соперник после первой партии играл не основным составом, но все же победа есть победа. Третий сет получился лучшим для «Казанцев» на подаче на этом турнире. Пусть и единственный эйс на счету Сурмачевского. Но главное, что заработал блок и качественная атака. Зажгли на табло уже обратные 25-12. Пока не чувствуется, наверное, у всех своя подача. Это в чем мы можем добавить. И на приеме нам нужно действовать намного чище. Очень много прямых ошибок делаем прямо на приеме. Только вот запала на подачи хватило ненадолго. Еще 7 ошибок за партию. А всего за матч казанцы не подали 25 раз. 25. Это ведь целый сет. При счете 17-17 «Зенитовцев» затащил пулемет «Максим», забивший 4 очка подряд, после чего отпадавал с 21-20 на 25-20. В целом сегодня немножко лучше была уже игра. Здесь непросто играть в этих условиях. Мне очень непросто. Мы стараемся не обращать внимания, концентрироваться на своей игре. Укороченный сет классно провел Соколов, ставший самым результативным игроком матча, набрав 19 очков. А решающий вклад внесли в подаче того же Сурмачевского и Дениса Зимченко, превратившие счет 7-7 в 15-10 и 3-2 в матче. В другом матче дня Сада Крузейра в сухую обыграл катарский Аль-Раян 3-0. 6 декабря у команд день отдыха. Таким образом, по итогам группового этапа, Чеветанова первая, Крузейра вторые, Казанский Зенит третий, Аль-Раян четвертый. Полуфиналы же состоятся в субботу 7 декабря. Первыми в 20.00 сыграют итальянцы и катарцы, после чего в 23.00 по московскому времени всех нас ждет первый по-настоящему решающий матч турнира. Зенит против хозяев из Сада Крузейра. Прямые трансляции полуфиналов вы сможете посмотреть на телеканале «Матч. Игра», а также на интернет-портале sportbox.ru. Ну что ж, время решающих матчей настало. Очень хочу передать привет городу Рыбинску и всей своей семье, они очень за меня болеют и за всю команду. Вам огромный привет. И спасибо за поддержку. Подписывайся на ЗТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова